Оживленные разговоры о характере и форме стрижки под звуки ножниц и шум фена. Это не привычный день в салоне красоты, а открытие парикмахерского кабинета в социальном приюте. Отныне у воспитанников появилась отличная возможность выступать в роли моделей или же, что намного важнее, самостоятельно постигать ремесло парикмахера. У нас давно была мечта открыться кабинеты, которые давали бы навыки профессиональные. У нас есть и кабинет профориентации. Вот сегодня мы открываем кабинет, который мы называем его обучение парикмахерскому искусству. Парикмахерский кабинет – место не только для перевоплощения детей. Новая площадка, свободная и для полезных мастер-классов. Секретами создания идеальной прически с ребятами будут делиться парикмахеры-профессионалы. Чем вот этот кабинет важен для нас? То, что здесь будут мастер-классы давать профессионалы, и дети будут общаться именно с профессионалом, которым будут обучать эти навыки. Ну и другая проблема будет решена, что наши дети будут все постришены. Открытие парикмахерской все дети ждали с нетерпением. И действительно, заветный день стал настоящим праздником. Ребятам провели интересную лекцию, раскрывающую таинство красоты. Проявить свои таланты можно было на мастер-классе, где каждый создал оригинальную прическу для куклы. Но, конечно, кульминацией праздника стали новые прически ребят и их счастливые, улыбающиеся лица. Меня подтригли, чтобы красивым быть, сильным. Мне очень понравилось. Тридцать, я еще буду туда заново тридцать. Новый кабинет – это два рабочих места с полным набором инструментов для каждого из парикмахеров. В качестве профессиональных парикмахеров, стилистов выступают волонтеры, в числе которых есть и выпускники детских домов. Я надеюсь, что, увидев, что выпускница такого же учреждения добилась достаточно серьезных высот в профессиональном искусстве парикмахера, ребята тоже захотят пойти по выступам. И она тоже, в том числе, будет учить их этому, всех желающих. А вторая, более локальная цель, но не менее важная – это, собственно, постричь детей. Потому что статьи расходов на парикмахера в социальных детских учреждениях нет. Учитывая, что они тут живут долгие месяцы и годы, за это время они успевают обрасти неоднократно. Очередь в парикмахерский кабинет выстроилась внушительно. И едва ли она при идее до вечера. Оно и не мудрено, ведь раньше детей стригли воспитатели, а не профессионалы. Теперь же ребята смогут выглядеть стильно и современно. А быть может, уже через несколько лет среди известных парикмахеров Самары будут имена этих ребят.